Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ, программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы с вами будем говорить на некий творческий, артистический предмет. Тема обозначена следующим образом. Творческие кластеры Москвы. Слово «кластеры» может не всем знакомо. Хотя у нас была программа, посвященная исключительно этому мероприятию. Ну а в принципе мы будем говорить о неком наполнении пустующего пространства. Причем, я так понимаю, это наполнение зависит прежде всего от видения того, кто это делает. Вот сегодня в гостях у меня как раз яркие представители этого бизнеса. В студии Елена Илюшина, генеральный директор дизайн завода «Флакон». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, уважаемые слушатели. И в студии Сергей Десятов, генеральный директор «Артплей». Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, для слушателей я напомню. Телефон в студии. Они могут позвонить, задать вопросы и поделиться собственным мнением на эту тему. Телефон 6510-99,6. Код Москвы 495. И то же самое можно сделать, зайдя на сайт finam.fm. Ваш вопрос в письменном виде. Мы его видим и обсудим. Ну что ж, давайте начнем, давайте знакомиться прежде всего. Знакомиться с вами лично, с вашим делом, нелегким, видимо. Хотя я смотрю на Лену, ну и на Сергея, естественно, на Лену улыбается широко. У нее вот это «я люблю», что там у тебя написано в виде. Артплей. Артплей, да-да-да. Такое, да. Я присоединяюсь, я тоже люблю «Флакон». Аллы Верды, ну да. Причем забавно, что ты когда зашла до эфира, я подумал, что там что-то в адрес «Флакона». Я люблю «Флакон», что логично было бы. А нет, оказывается. Это креативный подход. Да-да-да. Ну потом это «Ра-двоед», вы же не конкуренты, хотя занимаетесь, по сути, одним и тем же. А вы видите, такие сотоварищи. Лен, расскажи, чем занимаешься ты, потом мы Сережу послушаем. Ну, что такое «Флакон»? «Флакон», как вы правильно, Олег, заметили, творческий кластер, который объединяет аудиторию более 20 тысяч человек в Москве. Кто эти люди? Это дизайнеры, художники, представители различных субкультур, гражданские активисты, волонтеры, благотворительные деятели, экологические активисты, бизнес и социальные предприниматели. Это более 150 мероприятий в год проходят на нашей площадке, от конференций для бизнеса и программистов до широкомасштабных общегородских мероприятий. Здорово. Ну, по сути, все-таки, вот эта тема, которую ты называешь «Дизайн, завод, флакон», она на чем основана? То есть ты предоставляешь место, я правильно понимаю? Да. «Дизайн, завод, флакон» — это в первую очередь площадка. Это место, где встречаются креативные люди, объединенные одной идеей, и которые хотят и стремятся сделать лучше и круче. Как звучит эта самая идея, объединяющая креативный народ? Как она звучит? Дворите, что хотите. Раньше мне бабушка говорила «Делай, что хочешь», это воспринималось не совсем позитивно, не всегда, по крайней мере, позитивно. Я понял. То есть ты предоставляешь именно, даешь возможность для самовыражения. Сереж, а как в твоем случае это выглядит? Ну, Artplay, наверное, самый пожилой проект в Москве, но от этого не менее энергичный и продолжающий развиваться. Собственно, придумали мы эту идею аж почти 10 лет назад, то есть в 2013 году он нам будет 10 лет. И так как мы были первые в России, собственно, мы как-то на своем опыте постепенно эту идею понимали, что же мы такое делаем. То есть понимали, сами разбирались, да? В процессе, да. Все в процессе. Все-таки мы с тобой до эфира разговаривали, я пытался вывести на то, чтобы сформулировали, а что первая основа, что толчком явилось для того, чтобы это затеять. Помнишь, да, мы с тобой разговаривали, что ты нашел пустующее пространство, какой-то завод, как он называется, кстати, тоже немало, правильно? В вашем деле это немало. И подумал, слушай, вот что он пустует, давай-ка мы его сейчас чем-нибудь заполним. Будут ли это... Да, это тоже такое не совсем многим понятное, но уже модное слово. Будет ли это классический каворкинг, если можно вообще его классическим... Ну, смотрите, в нашем случае началось со следующего, да? Я закончил архитектурный институт, и у меня куча друзей архитекторов. И увидев действительно в то время пустующее место... Это, подожди, 10 лет будет в следующем году, это был 2003 год, правильно? Да. Там много было пустующих мест. Много было пустующих мест, да, но вот то, которое нам попалось, на улице Тимура Фрунзе... Это прилично, это центр сюда, да? Да, это отлично, отлично, отлично. Хороший место. И скучный сад где-то там недалеко. Да, но дело в том, что оно было такое руинированное, и все его боялись. Вот мы пришли... Руинированное, извини уж, конечно. Практически рафинированное. То есть в руинах оно. В руинах. Ну, то есть это был прям реальный ужас. И я помню, сотрудницу привел, которая не имеет образования архитектурного, она сразу заплакала, как это все увидела. Серьезно? Потому что не поверила, что вообще что-то можно из этого сделать. А сотрудницы предполагают, что ей все это дело разгребать, правильно? Да нет, разгребали сами. Типа бухгалтеры что-то. Вот. И, собственно, возникла идея. Вот столько есть людей-архитекторов, что-то они в разных местах все находятся, и вроде мы все дружим. И давайте-ка мы вместе это все пространство освоим. А правильно ли я? Я прошу прощения, конечно, мне неожиданно пришла мысль такая в голову. А правильно я могу предположить, что вот в это огромное количество друзей, архитекторов, да, с прекрасным образованием было на тот момент, ну, если так мягко сказать, не пристроено? Ну, на самом деле нет, потому что большинство из этих компаний, они не только что родились на свет, да, и, конечно, у всех были какие-то офисы, люди работали, достаточно давно занимались бизнесом, и, в общем, я хочу сказать, что это были все очень успешные люди. Это важно. Очень успешное архитектурное бюро, которое много строили, нормально зарабатывали, вот. Но места, где этим компаниям было бы уютно и приятно, на самом деле не было, да, то есть они, например, в традиционном бизнес-центре, класса А, Б, да, чувствуют себя не очень уютно. Почему? Ну, там банкиры важные в галстуках и в пиджаках ходят, да, там какой-то дресс-код, ну, в общем, все не так. А эти ребята творческие, да, джинсов в майках, вон, смотрите, как у них джинсы, майки, да, они могут до ночи работать, что, кстати, тоже очень важно, потому что, ну, обычно бизнес-центры не предполагают, там, круглосуточная работа, там все закупоривается, закрывается, отключается, вентиляция. Бог знает, когда вдохновение это, правильно, посетит муза, пусть она и ночью это делает обычно. Да, ну вот, ну и, собственно, первое место мы сделали вместе с коллегами, вот. Но оно, на самом деле, было организовано не как кооператив, а как бизнес, который, собственно, вот я вас главил, вот. Вот, а потом мы поняли, что архитекторы — это такая публика, которая приманивает к себе определенный вид бизнеса, причем многие компании хотят находиться рядом с архитекторами, ну, реально задорого, им очень хочется дружить с ними. — Что такого? — А строители, поставщики всяких материалов, да, и всякая прочая публика. — То есть в данном случае архитектор, он может быть таким... — Якорем. — Источником идеи какой-то, да, глобальной, что ли? — Ну, архитектор — это кто? Это художник, да, но он еще, кроме художника, для того, чтобы ему свою картину вот эту вот изобразить, да, ему нужно тысячи тонн бетона, металла, плиток и так далее. — Я так и представляю, сидит архитектор и творит, а вокруг него ходят те, у кого есть тысячи тонн бетона и ждут. — И хотят его. — Когда же он разродится с этой идеей, тогда мы ему предложим сразу и бетон, и, значит, панели. — Совершенно верно, да. — Забавно. — Вот. И, собственно, таким образом родилась какая-то такая общая бизнес-модель, по которой мы, собственно, и движемся до сих пор, да, безусловно, ну, то, что я сказал, это звучит очень так прямолинейно, да, это не так. Если говорить о том, что такое арт-плей, что еще для этого нужно, это масса всего. — То есть это, вот в настоящий момент, я понимаю, с этого началось, но сейчас нельзя сказать, что арт-плей... — Это сущность, она, безусловно, трансформировалась в процессе. — Это объединение архитекторов, ну, так, грубо говоря. Нет, конечно, да, конечно. Лен. — Ну, вот, тем не менее, видишь, у Сережи началось, я, насколько я понял, да, все-таки с какой-то субской направленности, вот, подробно рассказал. А от чего отталкивалась ты? Ведь сейчас, опять-таки, вот я твой список посматриваю, да, там огромное количество, абсолютно разные, представители разных профессий, да, порой действительно даже не уживающихся в одном помещении. А ты, тем не менее, ну, я понимаю, личным обаянием, прежде всего, улыбкой своей, да, ты, конечно, способна их вместе всех посадить, и, более того, они еще и прекрасно себя будут чувствовать. Вот. — Об истории. — Да, точка, точка, точка. От чего ты пошла? — Хочу сразу обмолвиться о том, что команда, которая работает над идеологией дизайн-завода «Флакон», приступила к своей деятельности в январе этого года. Когда мы пришли на «Флакон», «Флакон» уже как кластер существовал. Ну, мы смеялись между собой, написаны теги на заборах, что мы хотим сделать, но нет определенной стратегии. В течение года мы эти теги объединили в стратегию, в цели, в задачи, и вот уже, в общем-то, подводим итоги текущего года и понимаем, что многое нам удалось. — Кстати, извините, я тебя сразу перебью. Вот мы сейчас уже, наверное, послушаем новости, а потом продолжим. И продолжить я хотел бы о том, услышать именно о том, какие могут быть идеи и стратегии, вот когда вы занимаетесь подобным мероприятием. Сейчас мы слушаем новости на «Финам.ФМ», потом продолжаем. Продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, в эфире «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Я зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о творческих кластерах Москвы. В гостях Елена Илюшина, генеральный директор дизайн-завода «Флакон», и Сергей Десятов, генеральный директор «Артплей». До новостей, Лена, да, рассказывала нам увлеченно о неких идеях, о неких стратегиях, которые, собственно, к подобным бизнес-процессам приводят. Если можно еще раз, Лена. Да, я хотела бы рассказать об идее, чем пространство «Арткластера», творческого кластера, отличается от пространства обычного бизнес-центра. В своей работе мы придерживаемся идеологии концепции третьего места. Третье место – это место, где человек проводит большую часть светового дня, то есть больше 10 часов. Почему третье место, извини, конечно? Дом, работа и вот это третье место. Что-то среднее между домом и работой. Что-то среднее между домом и работой, да. Но это не последовательно, это именно такая, получается, совокупность первого и второго места. Совокупность первого и второго, да. По нашим внутренним аналитическим данным мы уже чётко понимаем, что сотрудники офисов, которые располагаются на территории дизайна завода «Флакон», проводят на работе более 10 часов. И не факт, что они только работают, да, то есть 7-8 часов на работе. Далее это посещение мест досуга, которые находятся на территории, и участие в мероприятиях, которые также на территории проводятся. Это киноклубы, мастер-классы, семинары, конференции и так далее. Это здорово. То есть я так понимаю, что, в принципе, вот эти 10 часов, ну, в среднем, да, 10 часов, о которых ты говоришь, это работа и некий дом. Работа и дом. Да, дом, работа. А как в этом случае тогда обстоит дело у людей семейных? Семьями приходят. У нас, например, масса детских мероприятий. Думаем сейчас, что надо сделать что-то такое, куда детей можно сдать на некоторое время. Там же, там же внутри. Там же, да. Там же внутри это важно. Да, да, действительно так. Хорошо. Я хотел добавить. Хорошо. Про кластеры бизнес-центры, да. Вот я полностью поддерживаю то, что сказала Лена. Есть еще одно отличие. И это в области, лежащее в области бизнеса, да. То есть, если в офисном центре люди, как правило, и плохо друг друга знают, не общаются, и, в общем, для бизнеса нахождение в том или ином офисном центре, ну, по сути дела, там, наверное, дело престижа, где там покрасивше, посолиднее. Да, да. И это, собственно, все. Да, ну и там инфраструктура. Мы говорим о удобстве, естественно. Да, да, удобство. То в творческом кластере мы пытаемся создать конструкцию, когда нахождение у нас в проекте дает людям дополнительные возможности развивать свой бизнес. Да, то есть, это как формат B2B, да, взаимоотношения между компаниями, которые находятся у нас, так и общий клиент. То есть, по сути дела, человек, который приходит к нам к архитектору, да, он с большой вероятностью найдет себе подрядчика строительного, поставщика, галерею, в которой он найдет подходящие картины или предметы антиквариата, да, то есть, компании получают дополнительный выигрыш и конкурентное преимущество по отношению к тем, кто не находится внутри этого кластера. То есть, Сереж, я правильно понимаю, тогда наполнение пространства вот этого изначального, да, оно уже вот стратегически выстраивается. Да, именно, да. Именно таким способом. Вы, точнее, работаете на некого клиента, ну, вы видите его, да, кто этот клиент. Мы даже его изучали. Ну, это нормально. Глупо было бы, да, как-то иначе. То есть, вы знаете, да, собственно, для кого вы работаете, и говорите. Вот этому, конкретно этому товарищу понадобится это, 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 это и это. И дальше, да, вот эти, весь этот перечень, да, Лена? Лена, руку поднимай. Да, я хотела бы дополнить Сергея, если в обычных бизнес-центрах есть арендаторы и арендодатели, то в творческих кластерах, вот, например, дизайн завода «Флакон», у нас нет арендаторов, у нас есть жители, есть сообщество жителей. Лена, Лена, ну, я понимаю, да, вы люди творческие, жители. А мы называем их партнерами. Партнерами, да. Инопланетяне, ну, это как можно назвать-то, а юридически-то они как выглядят, жители? Как жители, да, они имеют право принимать решения касаемо развития территории. Нет, давай так, юридически. Вот житель это, да, действительно, в классическом бизнес-центре это взаимоотношение арендатора-рендодатель. Все, подписали договор, аренды, субаренды. И забыли друг о друге до следующей оплаты. Ну, да, наверное. Ну, а с другой стороны, чего надо друг о друге вспоминать-то? Если никаких дополнительных интересов нет, то и нормально. Ну, деньги перечислили. Ну, хорошо. Тем не менее, юридически закреплены отношения вот именно так. Аренды, конечно. Аренды, конечно. Ничего другого не придумано. Да, да. А ваши жители или там партнеры или еще какие-нибудь там друзья-товарищи, они как, как они взаимоотношения юридически выстраивают? Тот же самый договор аренды? Нет? Жители между собой? Ну, нет, зачем между собой? Житель с вами. Житель с нами, договор аренды. Это, конечно же. Я не хочу обидеть вас, но житель это тот же арендатор, правильно? А вы, а как вы себя называете, кстати? Ну, если они жители, то вы небожители какие-нибудь. Хозяева. Хозяева, да. Мы хозяева. Мы помощники жителей. Помощники, да. Ну, а вы те самые арендодатели, правильно? И тот же самый юридический договор, это договор аренды. Ну, с точки традиционного бизнеса, конечно же, это так. Ну, звучит, конечно, романтично. Да. Кстати, в договоре так же, да? Мы, небожители, подписываем. Мы, ниже подписавшие, небожители, далее, жители, далее. Так звучит? Нет. Ну, ладно, это забавно. Хорошо, продолжай дальше. Итак, внутри, да, создается некая атмосфера, которая не просто дает возможность заниматься делом, да, своим каким-то, каждому жителю. Она помогает каждому жителю заниматься своим делом. И это принципиальное отличие, это очень важно. И помогает вот в разных аспектах. Я сказал, общий клиент, очень важно то, что сказала Лена, это общая атмосфера. И так как мы говорим о творческих видах деятельности, то принципиально важно, что вот это общение, оно помогает создавать что-то новое. Да, то есть люди, которые вот так в обычной жизни не встречаются, они вот на флаконе у нас, да, они начинают тусоваться, там что-то вместе придумывать, где рождаются новые проекты, новые бизнесы. То есть это такой к традиционному сленгу возвращайся, такой бизнес-инкубатор, переводя, да, на формальный язык, это так на самом деле. Это такой котел, где кипят новые идеи, что-то происходит все время. К нам приходят, говорят, а вот мы придумали такое сумасшедшее вегетарианское кафе, вот дайте нам его, пожалуйста, открыть. Ну и вы даете, кстати? Стараемся. Да? Ну, места нету сейчас, но мы придумываем, мы уже там какие-то подвалы занимаем. Нет, все это замечательно, но опять это мне напоминает некую такую творческую тусовку, что ли, да? Ну, творческие люди, они, конечно, они фонтанируют идеями, да, но идеи эти, как правило, ну, не как правило, хорошо, очень часто ничем не заканчивают, только потому, что это просто идея. Любую идею, для того, чтобы она начала работать, приносить деньги, тем более, да, ее надо облечь уже в скучные вот эти вот языки цифр, надо бизнес-план построить, надо там это, 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 вот до этого, да доходит или просто? Доходит, доходит все же. Мы стараемся помогать в этих вещах. Конечно же, доходят все люди, которые, те коллаборации, которые происходят в творческих кластерах, о которых рассказал Сергей, в общем-то, создаются и реализуются не студентами, а уже собственниками бизнеса. Студенты тоже бывают, которые хотят что-то новое сделать, и мы стараемся им помочь. И у вас на флаконе есть для них определенные площадки, это стартапы, это каворкинги и места, где они могут, в общем-то, не только сгенерить идею, но и попробовать ее реализовать. То есть в этом, да, тоже дополнительное преимущество. Инкубатор. Инкубатор. Хорошо. Тогда давайте вот о чем поговорим. Мне всегда очень интересно, ну, учитывая, а, поправьте меня, если я не прав, что это, наверное, не слишком популярно пока еще, не слишком распространено еще в России. Ну, наверное, да. Это был риторический вопрос. Б, а откуда все это берется? Берется, да, если это не популярно, значит, это наверняка завезли к нам откуда-то. Ну, и очень часто. Ну, это нормально, завезли, сейчас еще это не слишком популярно, потому что не распространилось, надо вот каким-то образом двигать это дело, да, об этом рассказывать и так далее, и тому подобное. вот эта идея заполнения пространства, она тоже заимствованная, Лен? У нас нет, мы сами придумали. Я уже сказал. Лен? У нас, в общем-то, тоже, мы тоже сами придумали. Ну, ладно, вы уже договорились. Смотрели на западный, на западный. А там ничего подобного нет? Там, конечно же, развиваются подобные пространства, но они развиваются совместно с нами, то есть этого не было раньше. и анализируя их развитие, смотря на дизайн их территорий, мы начинаем улавливать, что многое копируется с нас. Думаю, что? Серьезно? Да. Ну, это звучит так обнадеживающе. Оказывается, не мы, не всегда мы, да, везем все из-за границы, а иногда вот и так бывает. Хорошо. И с этой точки зрения есть некая специфика вот в нашем российском варианте подобных мероприятий? Есть специфика, связанная с ментальностью, я не знаю, связанная с тонкостью какой-то может быть юридической и так далее? Ну, смотрите, мне кажется, основная специфика, что подобные проекты на Западе очень часто делаются с участием государства, с привлечением государственного финансирования, ну, в общем, с тем или иным стимулированием со стороны власти, да. У нас все проекты полностью частные, и мы их делаем, ну, собственно, в той бизнес-среде, которая существует в Москве на общих условиях. На общих условиях. Ну, все-таки, мне кажется, с небольшим разочарованием нужно об этом говорить, да? Ну, не факт, зато мы выживаемые, то есть, мы можем выживать в любых условиях. А поскольку там, за бугрум, да? Их бы сюда, они бы тут же бы умерли. Потому что их никто не поддерживает финансово, да? Конечно. С точки зрения государства. Да, Лен? Да, абсолютно согласна. Вы тоже, вы тоже, соответственно, да? Самофинансируемые. Исключительно самофинансируемые. Еще и акционеры денег все время просят, говорят, мало зарабатывайте. это нормально. Хотя мы много зарабатываем. Я думаю, Лена тоже. Вот, по поводу мало-много. Ну, я, естественно, не предлагаю называть какие-то цифры, но, в принципе, поскольку уж речь идет о бизнесе, то это дает возможность зарабатывать, действительно, Лен. Это бы не называлось бизнесом, если бы это не приносило признаки. Ну, называть можно все, что угодно, а потом оказывается, что все время в минусе. Ну, давайте о цифрах. Давайте. Если вы уж так настаиваете. С удовольствием. Рассмотрим стоимость арендной ставки на примере наших кластеров. В восьмом году, когда только кластер заявил себя как площадка для молодых, инициативных и креативных, стоимость квадратного метра стоила 10 тысяч рублей в год. А на конец 12-го года средняя ставка 16-18 рублей. 16 тысяч. Я тоже не совсем понял сначала, да? Какова динамика ценового? 16-18 тысяч рублей в год. Выросло, конечно же. Более чем, получается, на 50%. Да, больше чем. Это связано с чем? Это связано с общей тенденцией на рынке недвижимости или просто спрос на подобные? Это связано именно со спросом на офисы в таких креативных кластерах. То есть они, я понимаю, да, это все стало интересным и, соответственно, подорожало. Сейчас слушаем новости на Финам.фм, потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.фм бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем творческие кластеры Москвы. В гостях Елена Илюшина, генеральный директор дизайн-завода «Флакон» и Сергей Десятов, генеральный директор «Артплей». Напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также сайт компании «Финам.фм». Звоните, задавайте вопросы, интересуйтесь. Мне кажется, тема достаточно любопытная. И вот пошли цифры. У Лены я вам хочу по секрету сказать. Да, сейчас перед ней на столе лежит огромный фолиант. Это, видимо, какой-то бизнес-отчет за последние 50 лет существования этого бизнеса. И сейчас она начнет сыпать цифрами. Это всегда интересно, Лена. Тем более, что, еще раз повторяю, наша программа называется «Бизнес-класс». Класс с точки зрения школы. И очень многие слушают именно по этой причине. Они говорят, ну вот бизнес, связанный с творческими кластерами. Вообще, стоит вообще затевать такую историю? Потому что она, конечно, для человека творчества она интересна, с точки зрения самовыражения. Но кушать все равно хочется. Виносит это денег или нет? Кстати, вот ты говоришь о ставках. Извини. Логично. То есть, это стало востребованным, и собственники недвижимости сразу это делали. Как говорят в таких случаях. Поняли, почувствовали. И говорят, надо поднимать ставки. Раньше это вообще никому не нужно было. Бросовые помещения, да, Сережа? Заводы бросовые. Бросовые. Промышленная зона, да. Промышленная зона. Никому не нужно уж тем более говорить о каких-то бизнес-центрах, в этих помещениях. А тут вон оно, что ребята затеяли. Значит, надо... То есть, я к чему верю-то? Рентабельность у вас падает в этом случае? Или вы что, жителям своим поднимаете арендную плату? Да? Ну, давай-давай-давай, рассказывай. Как это выглядит? Это бизнес, Лена. А куда деваться? Это не значит, что ты жадная такая. Потому что ты-то и расходы должна отбивать. Да, в последнее время в прессе очень часто муссируется тема ревитализировать пространство или же сносить и возводить заново и продавать задорого. Не так давно я была на круглом столе с владельцами девелоперских компаний в ведомостях. И многие из них задаются таким вопросом. Ну, что же делать-то? Ревитализировать все это и сдавать по бросовым ценам, писать себе бизнес-план на 10 лет окупаемости. Или взять заемные средства, все снести, поставить турецкие коробки и купиться за 5 лет. Сдать лафты, сдать дорогие офисы. Ну, это опять-таки решение каждого бизнесмена. Хотя второй вариант, мне кажется, гораздо более правильным. Снести, поставить коробки и за 5 лет отбить, и все, и сидеть. И в прибыли сидеть. И в прибыли, конечно. Почему мудрить-то? Сереж. По-моему, здесь золотое правило. Место, место, еще раз место. Вот мы расположены практически в центре. Вообще, первый раз мы были расположены Тимура Фронзе, и это, собственно, похоронило тот проект. Потому что одноэтажное здание около метропарка культуры было слишком ваковым. Естественно, жить не могло. Да, и сейчас там строится турецкое. Не турецкое, хороший проект, на самом деле. Ну, неважно. Но высокая, большая коробка. То есть вас оттуда попросили какое-то время. Нам сказали спасибо, до свидания. Спасибо, да. Снесли это одноэтажное здание и, естественно, заполнили пространство иным способом. Иным способом, да. Там, где мы находимся сейчас, мы смотрим всегда на Андроников монастырь, который у нас рядом, и там кланяемся, говорим спасибо, что это здесь есть. Потому что это памятник архитектуры, вокруг которого невозможно построить многоэтажных, страшных или красивых, ну, в общем, любых коробок, да. Ну, дай бог, чтобы так случилось, потому что примеров-то и других предостаточно, когда уж где умудряются строить. Ну, на самом деле, вот эта ситуация, она очень важна. Это конкуренция творческих кластеров с другими видами бизнеса, связанного с недвижимостью, да, с традиционными, да. Вот зачем делать творческий кластер? Можно ту же самую бывшую фабрику распилить на клетушке, да, и сдавать в класс С минус, пожалуйста, любых, огромный рынок, на самом деле, да, там, начинающих компаний в любой, в любой области бизнеса, не выбирать там арендаторов под лупой, не дружить с ними, да. Да, 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 подожди, ну, смотри, действительно, вот это, мне кажется, такая острая проблема, ну, внутри вашего бизнеса, это острая проблема, да, то есть вы должны каким-то образом собственника так очаровать Лена, чтобы он не бросился вот за этой скорой прибылью, хотя логично это, ведь он бизнесмен, прежде всего, да, в таких случаях, ничего личного, только бизнес. Вы мне предлагаете вот такую вот историю, она, честно говоря, сложна, она дольше окупается, ну, конечно, я буду чувствовать себя при этом каким-то меценатом, да, ну, в каком-то смысле, потому что я буду давать возможности самореализовываться творческим людям, Бах, он знает, может, среди этих людей будут будущие, ну, и дальше у нас перечень есть, да, Ломоносовы, Менделеевы, ну, мало кто сейчас так рассуждает, да, а другой бизнес-произм говорит, слушай, давай, все, ломаем, пять лет, все, ты уже в нулях, а потом, чем, чем, как, как вы можете эту, так сказать, конкуренцию в свою сторону перетянуть? У нас более идеальная ситуация, отец-сознаватель флакона, он же владелец, господин Матушевский, приобрел объект недвижимости буквально за полгода до кризиса, также были идеи все снести и что-то поставить, но кризис и денег не хватило, а объект уже в собственности. Пришла гениальная... Как ты назвала это? Идеальная ситуация? Идеальная ситуация. То есть, собственнику повезло, что не успел снести... Господин... Фамилию еще раз... Николай Матушевский. Господин Матушевский попал просто, в идеальная ситуация. То есть, человек купил помещение, да, перед кризисом, он, естественно, у него были планы в гармонию, а потом попадало, все рухнуло, цены рухнули, никому ничего не нужно, не нравится эта идеальная ситуация. И тут выходит Лена, да, вся такая белая и пушистая, и говорит, слушайте, господин Матушевский, давайте я вам предлагаю вот такую. Ну, скажем, это была самостоятельная идея господина Матушевского, Лена пришла уже значительно позже. Площади были отданы не очень богатым компаниям именно креативного направления на ревитализацию. То есть, арендаторы... Это слово третий раз ты произносишь? По-русски как это? Оживление. Оживление? Ревитализация. Оживление. То есть, это что? На ремонт. На ремонт. Да. Въезжайте, ремонтируйте помещение. Дешевенькие обоечки, да? Ни в коем случае. Креативненько. Конкурс. Сделайте помещение красивым, оригинальным. Выставите его на конкурс на лучший дизайнерский офис. Кстати, таких жителей у нас много, чьи офисы побеждали в Тайоте. Такого рода конкурсы. И, в общем-то, так все пошло и поехала. Лена, положа рукам на сердце. Вот так все случилось только благодаря кризису. А иначе господин Матушевский на это бы не пошел. Не думаю. Я думаю, что благодаря правильному бизнес-мышлению господина Матушевского. Ну, хорошо, опять, это субъективно. Вот он так мыслит. А у нас другая ситуация. И молодец. Да, Сереж. Решение о создании центра дизайна Artplay на территории бывшего завода «Манометр» было принято до кризиса. Было принято собственниками этого бывшего завода на основании, собственно, того бизнес-плана, который мы им подготовили, и его сравнение с проектом «Все снести и построить заново». То есть это было в 2007 году, когда цены на недвижимость были сумасшедшие арендные ставки. Ну, то есть в самый прямой разгар этого всего безобразия, когда недвижимость, она, знаете, шла баррелями, как нефть. Неважно какая, главное, сколько. Совершенно верно. И было принято тоже акционерами совершенно сознательно, но мы их соблазнили честно деньгами. Мы показали, что наш проект выгоднее в долгосрочной перспективе, чем снести и построить заново. Ну, вот это уже разговор, что называется. То есть даже подобные проекты, подобные вашим проектам, они могут быть рентабельны, они могут быть интереснее, нежели традиционные способы. Традиционные, классические способы. Ну, собственно, традиционных классических способов два еще раз. Это снести и построить что-нибудь большое, или использовать старое, напилить, не вкладывать деньги в реконструкцию, вот оставить как есть, пусть капает копеечка. Вот. Подобная вещь может быть конкурентоспособной, вот это главное, подобная вещь может быть конкурентоспособной в обычном бизнес-пространстве, не обязательно связанном с какими-то вещами. Мы настроены на то, чтобы показать такую эффективность, что если к нашему акционеру придет большая нефтяная компания, скажет, я забираю все, чтобы он сказал, нет, вы знаете, это не выгодно. Это не продается. Не выгодно. Да, это не продается не потому, что это близко моему сердцу, а потому что это не выгодно. Это не выгодно, это просто здорово. А мы настроены на то, что когда к нашему акционеру придет большая нефтяная компания и скажет, я покупаю все, мы готовы продать бренд флакона. А уже есть, да? И это уже тоже должно монетизироваться. Вариант ждать скорее. Не продать. Продать франшизу. Вот, вот давайте об этом. Я просто... Следующий момент хотел бы обсудить именно это. Во-первых, как развивается подобный... Ну, можно сказать о том, что вот да, действительно, есть флакон, есть арт-плей, есть еще что-то, вот есть помещение, люди там сидят, и всем хорошо, еще и зарабатываем на это. Ну, и нормально. Но, я так понимаю, вы как бизнесмены прежде всего. Да вы же смотрите в будущее, в перспективу. Вы говорите, это может работать не только на заводе манометр. Вон там еще есть завод, еще есть. Давайте там будет арт-плей или флакон. Можно я сначала отвечу? Давай, Сережа. Мы сталкивались иногда с вопросами по поводу франшизы, но все-таки для себя мы выбираем экстенсивный путь развития, я бы назвал его так. Дело в том, что в районе, где мы находимся, еще есть бывшие промышленные предприятия, которые не охвачены. Не охвачены, да. Более того, мы находимся рядом и находимся в очень тесных отношениях с Центром современного искусства Винзавод. Собственно, вот, жалко, что здесь нет их представителей. Мы планировали, к сожалению, не получилось. Потому что это очень интересный проект, и можно было бы показать, что вот в Москве есть разные творческие кластеры, но устроенные по-разному, но все равно... В частности, Винзавод, это иная несколько, да, история? Это... Заполнение иначе. Пространство... Это заполнение иначе, да, но тоже очень интересное, имеющее, безусловно, право на жизнь, очень хорошее. Вот, и мы совместно Винзаводом и еще с несколькими собственниками вокруг, мы сейчас разрабатываем проект превращения всех сарамятников в большой территории в арт-квартал московский. То есть мы хотим вырасти. Ну, это круто. Сарамятники, я представляю, там... Там есть. Там, да, там столько места. Там есть, что делать. Конечно. Вот, это, по сути дела, как говорит Лена, ревитализация целого большого района города. Да, да, да. Вот, и как ни странно, эта идея, на самом деле, она находит сочувствие, сочувствие, да, в правительстве Москвы, и, в общем... Вот этот вопрос меня интересует. Смотрите, идея опять, да, вы как творческие люди, действительно, вы этим делом живете и нашли вот еще один способ самовыражения. Ну, и, конечно, зарабатывать денег. Об этом не забываем. И дальше, куда вы обращаетесь? Ищите инвесторов, потому что ты сам же говорил, что, да, вы не надеетесь, не рассчитываете в своем бизнесе на государственную поддержку. Правильно? Вы говорите о том, что это исключительно коммерческие проекты. Соответственно, ты ищешь инвесторов. Идешь к банкиру, да, идешь, что-то ему объясняешь, говоришь, банкир, вот это... Я понимаю, конечно, сейчас купить там, я не знаю, фьючерсы, да, на нефти и через полтора месяца заработать на это, это проще. Но вот этот вот долгосрочный проект, он может тоже принести тебе денег, ну, через какое-то более... Не убедил или убедил. Но ты сейчас называешь правительством Москвы? От правительства Москвы мы хотим примерно того же, что мы даем нашим партнерам, арендаторам некой свободы выплеснуться наружу за рамки своего места, да. Вот мы находимся рядом с Курским вокзалом, у нас рядом несколько улиц, да. Я бы прямо с огромным удовольствием и даже за счет денег проекта, например, сделал бы там новую подсветку этих улиц, чтобы было не страшно и приятно там ходить, да. Или пустил бы автобус дополнительный Вообще, я тебе хочу сказать, как-то сомнительно, даже если будут улицы рядом с Курским вокзалом подсвечены, как-то сомнительно, что там ходить-то вообще-то? Вы знаете, во-первых, мы встречались не так давно с РЖД, обсуждали эту тему, да. С их стороны тоже есть интерес к этой истории, да, потому что позиционирование того же самого железнодорожного транспорта у нас и на Западе это принципиально разные вещи, да. То есть у нас это как-то для бедных и несчастных, а у них это для всех и удобно, и хорошо, да. Вот, поэтому Курский вокзал это не проклятие, я считаю, что в итоге мы совместными усилиями... Дай бог, Сереж, сейчас слушаем новости, а потом продолжим разговор. Продолжаем разговор, уважаемые слушатели, мы сегодня обсуждаем творческие кластеры Москвы, и, собственно, последняя часть нашей программы будет посвящена разговору, ну, о перспективах это понятно, сейчас мы говорим о неком социальной значимости вашего бизнеса, все-таки это не совсем, да, именно зарабатывание денег, вот, в частности, вот Сережа сейчас рассказывал о том, как вышел с предложения к руководству РЖД, наверное, да, к правительству Москвы, с тем, чтобы... Что-то улучшить вокруг. Что-то улучшить вокруг, да, как минимум, Курского вокзала, я думаю, что если прецедент этот сработает, то можно будет взяться и за другие вокзалы, там не лучшая история. Да, я хотел рассказать историю жизни по поводу нашей бизнес-среды и взаимоотношения с городом, да. Около нашего центра проходит улица Нижняя Сарамянческая, она была двухсторонняя, и проехать было невозможно, потому что такая транспортная развязка, что все становились и... И стояли. И стояли, да, гудели, стояли, вот, и мы решили, что надо это сделать. Заказали за собственный счет проект в специализированном институте, который всякими занимаются дорогами. Выпустили этот проект, заказали в специализированное организ... Получили одобрение от ГИБДД, что они за то, чтобы это была улица односторонняя. Изготовили за собственный счет, за свой собственный счет знаки, эти всякие там кирпичи, стрелки, указатели и так далее. Установили их и последние полтора года мы пытаемся их подарить. Дело в том, что знаки действуют и являются, собственно, законными тогда, когда не переданы на баланс, собственно, ГИБДД. Вот, к сожалению, оказалось, что мы первые, это сумасшедшие люди, которые решили дарить знаки гаишникам. Они не решаются просто, да, взять им здаровано? У них затык, да, вроде бы есть какая-то такая возможность. Вот я подписал за последнее время штук пять разных вариантов договоров, как мне подарить знаки. Вот я уже даже с собой вожу и думаю, вот, достанавит меня кто-нибудь. Я говорю, смотрите, я благодетель, я вам дарю пять кирпичей. Возьмите, пожалуйста, кирпичи. Да, уже благодетель. Значит, смотрите, вот тогда, о чем мы сейчас говорим. Действительно, несмотря на то, что вы занимаетесь бизнесом, ну, каждый занимается чем хочет, тем может, да, то, что приносит ему дело, все-таки есть некая социальная значимость, да, вот с этой точки зрения, конечно, логично было бы ваше взаимоотношение с органами власти, Лена. Абсолютно точно. Мы публичные площадки, которые проводят мероприятия массовые для жителей всего города, не только района, да, и не только для собственных арендаторов, тире жителей, тире партнеров. Хотелось бы, конечно, привлечь внимание властей с тем, чтобы как-то, в общем-то, помогать, развивать социально значимые направления в нашей деятельности. Это и волонтерское движение, это и занятие, обучение детей, это и обеспечение рабочих мест для пенсионеров. В принципе, мы готовы взять на себя эти функции идеологические, да, но, как вы сами понимаете, в данном вопросе поддержка государства, она важна. Важна, важна. Вот мы, кстати, сравнивали, помните, некоторое время назад с тем, как это выглядит за рубежом и с тем, как у нас. Там есть некое, да? Да, там внимание такого рода коллабораций и инициатив, оно находит отклик постоянно, да. У нас, к сожалению, несколько иная ситуация. Мы много раз писали письма в различные инстанции, но пока ВОЗ и ныне там. Из наболевшего, вот то, что сказал Сергей, я поддержу даже ситуация с дорогой. Мы находимся на односторонней улице и при проведении больших культурно-массовых мероприятий у нас образуются пробки и совершенно невозможно проехать. С этой проблемой много раз обращались в управу и местные ГИБДД, но пока только все находится на стадии обещаний рассмотрения. Ну вы сами-то как перспективно на это смотрите? С оптимизмом? Конечно, мы же по жизни оптимисты, иначе мы таким делами не занимались. Ну, знаете, в таком случае... Приходите, я вам расскажу, как это делается. Мы по жизни... Мы уже почти вот почти сейчас... я уже думаю, что необходимо купить кирпичи и все-таки подарить действительно ГИБДД. Объединимся на эту тему обязательно, Сергей. Смотрите, чтобы они правильно вас поняли при этом. Хорошо, значит, я так потихонечку будем подытоживать, я так понимаю, что несмотря на то, что есть огромные, да, давайте так, желания или возможности, да, заниматься этим бизнесом, все-таки это еще не так популярно, потому что есть, а, некая конкуренция. Причем я так сделал вывод, что эта конкуренция не между вами, не между вами, то есть не между представителями этого бизнеса, а эта конкуренция, ну, в частности, эта конкуренция с девелоперами, с тем, кто занимается классической недвижимостью, да, эта конкуренция может быть... Откуда еще может быть конкуренция? Из среды творческой... Возможно, Олег, я бы не назвала это конкуренцией, и скорее непонимание продукта в целом у массы людей, да, то есть у девелоперов, у бизнеса. Девелоперы не понимают, как это работает, как это правильно монетизировать. Классический девелопер привык монетизировать квадратные метры. Построил, продал, прибыль получил. А как монетизировать еще какую-то движуху на этих квадратных метрах, вот у них немножко уже, конечно, недопонимание. Поэтому мы выходим, мы имеем в виду флакон с инициативой организации общества арт-кластеров России, да, и этим самым постараемся показать девелоперам и мировому миру о том, что не обязательно только строить, можно и еще делать что-то сверху. То есть это перспективно, Это перспективно. А есть, кстати, какое-то объединение на уровне я не знаю какой-то социальной истории, объединение тех, кто занимается подобным бизнесом. Вот мы сейчас общественная организация. Мы сейчас с винзаводом и еще есть наш партнер называется Артхаус. Мы сейчас создаем юридическое лицо, некоммерческую организацию, союз творческих территорий. Обязательно пригласим Лену поучаствовать. Вот. И Олег, одна важная тема, мы ее пропустили, это все-таки здание, это сохранность памятников, да, потому что зачастую старый пром, который есть в Москве, это здание 19-го, начала 20-го века, которое на самом деле еще жалко, как здание. И это очень важно, потому что если жилые и общественные здания исторически они хоть как-то охраняются на сегодняшний день, то промышленные здания, которые признаны памятниками архитектуры, их можно пересчитать по пальцам. Вот. И как одну из миссий нашего центра я на самом деле расцениваю то, что мы сохранили эту среду. В России не так много в целом, да, зданий, которые имеют какую-то интересную историю, стены которых это не просто стены, которые видели революцию, войну и прочее, да. Многое видели, многое видели, да, это важно, и это в том числе и творческий дух, который творческим людям это нравится, это правильно, это хорошо, да, это здание с душой. С историей. Я, извини, Сережа, смотри, я правильно понимаю, что как раз вот это... Такое использование, оно позволяет это сохранить. Вот эта тема, да, о которой ты сейчас говоришь, это как раз некое конкурентное преимущество. Опять, если мы возвращаемся, да, пришли вы к инвестору или какому-то представителю бизнеса классического и предлагаете, вот давайте сделаем так. Он уже не сможет рассмотреть, да, вот один из вариантов снести и построить, потому что снести ему не разрешат. Не разрешат. Не разрешат. Да, не исторически. А что сделать дальше? Ну, давай я там перегородок сейчас наставлю и будет вот в историческом здании какие-то, да, плексигласовые перегородки, телефоны. Ну, это как-то выглядит уже не очень убедительно, да. Самое логичное в этом случае это привлечь людей творческих, которые, естественно, да, внутри этой исторической данности создадут еще, да, нечто такое, наполнит ее новой жизни. что она будет гармонична, она не будет вот таким образом, да, выглядеть зубом, что называется, да, на поляне. Это конкурентное преимущество, это правильно? Абсолютно верно. Вот. Хорошо. Значит, у нас осталось три минутки, к сожалению, время неумолимо. Я хотел бы услышать от вас несколько слов в плане перспектив развития. Еще раз повторю, наверное, ну, по крайней мере, я так понял, это очень интересно, вот все то, то, о чем вы занимаетесь, о чем вы говорили, это очень интересно, ну, со многих точек зрения, и с точки зрения бизнеса, прежде всего, и с точки зрения некого такого творчества, да, эмоционального наполнения. Но это не популярно еще. Как это сделать популярным? Как вы смотрите сами на эту? Лен. Каковы перспективы вот у вашей темы? Привлечение внимания аудитории. Таким образом? Да, конечно же. Это за что бьется каждый бренд. И в данном случае наши кластеры также являются брендами. В программе развития на тринадцатый год мы предложим своей аудитории открытые мастерские на флаконе, куда каждый самостоятельно или семья сможет прийти и что-то помастерить. Будут достаточно лобальные и масштабные детские программы предложенные публике по обучению, по развитию. Одно из наших перспективных направлений это открытие нового пространства в хаб. Это что? Это каворкинг, рабочие места с почасовой оплатой или с абонементской оплатой. Пространство для семинаров обучающих мастер-классов. То есть опять-таки формирование сообщества начинающих молодых предпринимателей. Вы каким образом доводите эту информацию до населения? Маркетингом, пиаром. Маркетингом, пиаром. Листовки, Сережа? Ни в коем случае. Наши амбиции на ближайшую перспективу следующие. Мы хотим сделать из сыромятников арт-квартал, который будет являться центром креативных индустрий общероссийского масштаба и послужит развитие несырьевых отраслей российской экономики. Смотри, как закрутил-то. Глобально. Вот это да. Несырьевых отраслей российской действительно. Именно так. Потому что для нашей промышленности, например, кроме много чего и не хватает, но еще не хватает, например, хорошего дизайна промышленного, которого в России фактически сейчас нет. Его нет по какой причине? Так сложилось или нет специалистов? Нет специалистов. Востребования? Нет возможности для развития бизнесов, которые связаны с развитием. Нет инфраструктуры, которая связана с тем же промышленным дизайном. Нет тупо хороших станков, которые позволяют моделировать в реальном времени какие-то вещи. Вот такие у нас амбиции. Это нормально. То есть много чего нет, но я уверен, что с вашей помощью все это появится. Друзья мои, я вас благодарю за участие в сегодняшней программе. Напомню, сегодня в гостях была Елена Илюшина, генеральный директор дизайн завода «Флакон» и Сергей Десятов, генеральный директор «Артплей». Я благодарю за внимание и моих уважаемых слушателей «Бизнес классно» и «Финам.ФМ». Всего вам хорошего, успехов в бизнесе.